С вами ТОП ХАЙП и сейчас вы увидите сумасшедшие кадры, снятые дроном. Погнали! Кого-то миллиметра и сантиметра отделяют от аварии, а кого-то от верной гибели. Этот лыжник, проезжая по склону, спровоцировал лавину, а к счастью, снег сошел прямо возле него. Будь он чуть левее, полетел бы вниз со всей этой массой снега и льда. Быть Тореадором очень опасно, ведь приходится иметь дело с настоящими злыми быками. Этот бык подцепил Тореадора, но не насадил его на рога, а очень четко забросил на трибуну. Выглядело это так, словно гигантское животное помогло парню пройти к зрительским местам. Мотоциклист несся на огромной скорости и влетел в багажник седана. Это могло бы быть трагичной аварией, но стало одним из самых поразительных моментов, которые вы только увидите. Если бы герои Марвел существовали в реальности, этот парень точно был бы Человеком-пауком. Журналистам новостных каналов часто приходится вести репортажи из не самых лучших и удобных мест. Этот мужчина бил его прямо с обочины дороги. Вдруг возле него на огромной скорости пронесся охотник. Прошел буквально в нескольких сантиметрах от плеча репортера. Удивительно не только то, что ему повезло избежать смерти, но и то, что он вообще не дрогнул, не сбился и продолжил вести репортаж, как ни в чем не бывало. Часто говорят, что в соревнованиях решают не то, что десятые или сотые, а тысячные доли секунды. Но не все понимают, что такое действительно происходит. На этом турнире по скоростной сборке кубика Рубика парень из Германии, что справа обогнал оппонента на тысячную. Представьте, как было видно проигравшему. Оставлять легковые машины прямо в карьере, в котором идет выработка горной породы, так себе идея. А еще хуже, оставаться в такой машине. Во время работ с большой высоты слетел гигантский валун и помчался прямиком к седану. К счастью, остановился он прямо возле него. Машина немного помяла, но водитель остался цел. А это момент один на миллион. Проезжая мимо девушек, водитель выбросил из машины бутылку. Одной из них это не понравилось, и она решила проучить хулигана. Девушка эффектно пнула бутылку и та с подкруткой влетела в окно. Ей стоило бы играть в футбол. Штрафный она будет забивать только так. Здесь рыбак пытается поймать рыбу в сеть. Дело несложное. Надо просто немного подождать. Как только рыбешка оказывается в ловушке, из воды стремительно вылетает рыба покрупнее и приземляется точно в сеть. Это было неожиданно. Может это был отец той самой маленькой рыбки, который решил спасти своего сына? Всегда держите топор очень крепко. Я серьезно. Иначе может произойти это. Думаю, у всех, а особенно у парней сейчас кое-что сжалось. Вот еще один момент с топорами. Двое мужчин одновременно бросили топоры в мишень. И случилось что-то невероятное. Один попал в яблочко, а второй вошел четко в его обух. Даже Робин Гуд позавидовал бы такой меткости и удачи. Наверное, всем нам в детстве родители и бабушки с дедушками рассказывали истории о том, как они с трудом добирались в школу, проходя кучу препятствий. Видимо, выглядело это так. Но если серьезно, то этому канадцу очень повезло не отправиться в гости к рыбам, маржам и тюриням. Этот водитель заметил, что впереди и сошел оползень. Парень принял верное решение остановиться, ведь вскоре после этого на дорогу сварилось чуть ли не пол горы. А ведь ехал бы он на 5-10 секунд быстрее, и его машину могло бы накрыть наглухо. А вот кое-что эпичнее. Та же ситуация, но только на высокогорной дороге. Кажется, теперь придется долго искать обходной путь. От прежней дороги не осталось и следа. Один из этих парней любит баскетбол, а второй – бейсбол. Как быть в такой ситуации? Совместить два вида спорта. Один кидает баскетбольный мяч, второй лупит по нему битой, и происходит момент на миллион. Мяч летит точно в картину, которая находится на приличном расстоянии. А тут уже два любителя баскетбола. Синхронность в этом видео зашкаливает. Они одновременно отправляют мячи в корзину, те одновременно застревают, а потом оба счастливчика еще одновременно хлопают в ладоши от такого поворота с веком в истории. Медведи – опасное создание. Если после встречи с медведем он не нападает, то это уже можно считать удачей. Если косолапый еще и даст тебе пять, то это удача вдвойне. А что если медведь все-таки нападет? Я кажется, в этом случае вариант только один. Скорее всего, он растерзает человека, но только не этого счастливчика. Медведь повалил его, но кусать и царапать не стал. Видимо, он был в хорошем настроении. Быть альпинистом очень опасно. И они про сложные восхождения, низкие температуры и так далее. На твой лагерь может скатиться гигантский валун. Этим ребятам повезло, что их не задело. Как правило, самые эпичные моменты возникают по случайности. Это отличный пример. Парень просто откинул белый шар, но в итоге забил удивительный гол. Или как это правильно называется? Бильярдисты, если что, поправьте меня в комментах. И еще немного о бильярде. Парень разбивал пирамиду, но немного перестарался. Биток улетел за пределы стола и разбил пирамиду на другом столе. Оператор снимал деятельность пчел и никак не ожидал, что в объектив попадет такой удачный момент. В замедленной съемке две пчелы сталкиваются друг с другом во время полета. Интересно, эти две пчелки потом старились снять отношения? Гонщик на синей машине решил помешать своему сопернику в красном болиде и вытолкнул его на газон. Наверное, думал, что тот развернется и уедет в хвост. Но все произошло ровно наоборот. Гонщик не потерял управление, да еще и путь срезал. В итоге обогнав синюю машину... Ребята на лодке просто снимали стаканчик, который болтал оттуда-сюда из-за волны сильного ветра. Уверен, они не ожидали, что в итоге стаканчик самостоятельно запрыгнет в держатель для стаканов. Дайвер погрузился на дно и нашел место, в котором не было опасных хищников. Но там было кое-что опаснее. Прямо над ним проплыл грузовой корабль с очень острыми лопастями. Повезло, что не засосало прямо в винты. А этому дайверу попался самый настоящий хищник. Он отвернулся как раз в тот момент, когда рядом плыла акула. Видимо, та торопилась по своим делам, поэтому просто боднула парня, как бы предупредив, что ему и оператору стоит сваливать. А этот мужчина из Китая просто ехал на свою работу, как вдруг на его дорогую Ауди сварился гигантский столб. Если бы еще несколько сантиметров, он бы превратился в лепешку, но в итоге отделался лишь испугом. Но жалко тачку. Этого парня срочно нужно принимать в какую-нибудь сборную по регби. Ведь он самый меткий регбист в мире. Он кидает мяч с балкона, и тот приземляется точно в урну. Повезло заснять такое. Парень этой девушке дал ей слово, что женится на ней, если она попадет дротиком в яблочко, стоя спиной к мишени. Что ж, раз обещал, теперь придется выполнять. А эти ребята уже женаты, причем прошло всего несколько часов с момента заключения брака. Они отмечают свадьбу пивом, спокойно отдыхают, как вдруг на них летит гигантская ветка. Но все обошлось. Кажется, это был первый жесткий момент в их семейной жизни. Парни решили поиграть в волшебников и поколдовать на улице. Конечно, они ни на что не надеялись, но волшебству нужно верить. Иногда происходят настоящие чудеса. Интересно, что это за заклятие он накастовал. Пока Илон Маск все ввозится с запуском ракеты на Марс, эти ребята уже вовсю подготавливают свою мега-разработку. Бутылка газировки врезалась в землю и взлетела до небес, но что еще эпичнее. Она приземлилась четко на дно. Да, это самый крутой батлфлип челлендж в истории. Не понимаю, как этот парень не услышал приближающегося поезда, и что он решил вообще так долго копаться на ЖД-путях. Повезло, что у него есть свой ангел-делохранитель, который спас его в последнюю секунду. Прыгать в воду с большой высоты в целом небезопасно. И уж куда опаснее прыгать с такой скалы. Никогда так не делайте. Этому парню нереально повезло войти в воду целым, но так бывает далеко не с каждым. А еще никогда не качайтесь на краю обрыва, и уж тем более не раскачивайте кого-то из своих друзей. Парню в зеленой футболке чудом повезло зацепиться ногой за тросы. Лишь это спасло его от полета в пропасть. Вначале давайте разберемся, кто такие гвардейцы, и узнаем несколько интересных фактов о них. Тех самых охранниках британских монархов, которые носят очень красивый красный мундир и черную шапку, символ Соединенного Королевства. Сегодня они круглосуточно дежурят у основных королевских резиденций, хранилища королевских регалий в Тауэре. Само собой, далеко не каждый может стать почетным охранником. Еще в 60-х годах призыв на обязательную воинскую службу в Великобритании был отменен, но служба по контракту пользуется большой популярностью. Если вы хотите стать королевским гвардейцем, то должны соответствовать целому ряду строгих требований, включая хорошую физическую подготовку, высокий рост, выносливость и подходящий возраст от 16 до 35 лет. Самые внимательные по-любому заметили, что гражданство мною названо не было. И так и есть на самом деле. В Королевской гвардии служат немало выходцев из стран-содружеств и представителей национальных меньшинств. Но вот что точно объединяет представителей всех стран в единой гвардии, так это их уникальные шапки. Они были придуманы еще давно. Их целью было сделать служащих более высокими, якобы, чтобы запугивать противников. Любопытно также, что эти шапки крепятся под носом, а не под подбородком. Это было необходимо в целях безопасности гвардейцев, ведь шапки весят по 4 килограмма. Если вдруг кто-то получит ранение и упадет, они потянут его еще дальше и, возможно, сломают шею. Но, видимо, это устраивает гвардейцев, ведь они с честью и достоинством проходят эту службу. А еще они совершенно не улыбаются. Их вообще ничто не может вывести из колеи. Кстати, знаете, что ими движет? Если начальство заметит, что гвардеец засмеялся или даже просто улыбнулся, его зарплата в следующем месяце уменьшится на 200 фунтов. Но если никто не бесит этих людей, то они спокойно себе стоят где-нибудь на посту и думают о фильмах, проигрывая их с самого начала и до конца в своей голове. По крайней мере, такими лайфхаками поделился один служащий гвардеец. Ну а что вы хотели? Особо интересных занятий не придумаешь, ведь двигаться во время службы практически полностью запрещено. Разрешается разве что несколько раз развернуться, пройти около 10 шагов, остановиться и снова развернуться. И все это за 2 часа вахты. А еще они почти всегда молчат. Могут лишь крикнуть на кого-то, попросить уйти из дороги или не мешать, но не более того. Кстати, вот что будет, если разозлить гвардейца. Этот человек решил спародировать его и повторял все движения. Но когда он дотронулся до него, то окончательно перешел все границы, и мне кажется, что человек в форме чуть его не прикончил. На самом деле разозлить служителей в красных мундирах достаточно трудно. У них железные нервы. Это способен лишь тот приколист, и дети которых привели на экскурсию. Они слишком близко подошли к ограждению, что категорически не понравилось гвардейцу. Церемониться он не стал, поэтому сразу же во весь голос крикнул им и дал понять, что они либо отходят и ведут себя нормально, либо им не поздоровятся. Как видите, они не захотели испытывать судьбу, и мигом стали шелковыми. В общем, гвардейцев злить не стоит, или вас настигнет моментальная карма. И далее мы посмотрим самые интересные случаи именно на эту тему. Например, так же, как с гвардейцами. Следить за своими действиями нужно научиться о мучении из этого видео. Его настигла моментальная карма, когда он попытался прогнать насекомых из их домика над своим окном. Человек запаниковал и в спешке сломал свое окно. Герой следующего видео заметил на земле что-то странное. Это что-то напоминало ему баллончик с краской. Ровно это же говорили и его друзья, но он не спешил им верить, за что, собственно, и поплатился с первого же удара. Хотя я даже не знаю, что лучше. Никому не доверять и проверять все лично, или же наоборот быть уверенным во всем без разбора, как этот велосипедист. Мужчина участвовал в гонке и слишком рано начал праздновать победу, демонстрируя зрителям свое умение кататься без рук. Как вы видите, он сделал это зря. А теперь посмотрите, как карма прикалывается над разными хулиганами, которые спешат разукрасить чипы заборов. Соседи, которые вечно сверлят и не дают нормально спать громко, играющая музыка по ночам или работы за окном, которые идут без вашего спроса. В случае с этим мужчиной приключился именно последний вариант. Человек решил наказать работников, хотя они ни в чем не были виноваты. Он поломал их машину, а потом решил нагадить на их труд, за что карма мигом ему отплатила тем же самым, не позволив выбраться из смеси. А на этом видео Юрген Клоп, тренер Ливерпуля, так сильно обрадовался игровому моменту, что решил даже демонстративно поиздеваться над этим перед судьей, но тут же получил травму, потянув мышцу. Слушайте, в карму я, конечно же, верю, но чтобы все было настолько мгновенно и наглядно, казалось, что такое бывает лишь в кино, мужчина украл у девушки сумочку и тут же поскользнулся, выронив ее на машину. Та отлетела от нее рикошетом и вернулась обратно к хозяйке, которая, по-видимому, даже не поняла, что только что произошло. Не поняла ровно так же, как вот эти двое в машине, решившие пранкануть работника фастфуда. Девушка в тот день стояла на раздаче, и к ней подъехали пранкеры. Они неожиданно для нее посигналили, и тем самым хотели напугать, заставив ее пролить напиток. Хотя, знаете, у них это получилось только слегка в другом смысле. Работница кинула напиток прямо в них и показательно закрыла окно. Как вы думаете, правильно ли она поступила? А вот кто точно поступил неправильно, так это человек из следующего видео, который поворачивал в неправильном месте и в неправильное время. Он едва ли не привел к столкновению с грузовой машиной. Надеюсь, что цемент вправит его мозги и в следующий раз заставит дважды подумать, можно ли здесь поворачивать или нет. Причем неважно на какой ты машине, на недорогой, грузовой или вовсе на спорткаре, карма настигает всех. Какой-то умник решил бросить стаканчик из-под воды прямо на улицу, но карма ему тут же вернулась в том же самом виде. На самом деле всем надо быть такими же смелыми и правильными, как тот чувак, бросивший в салон наглеца из ламбы стаканчик, ведь карма не только наказывает плохишей, но и благодарит совестливых людей. Скейтер долго не мог выполнить свой трюк, но стоило ему остановиться и помочь пожилому человеку, как карма тут же ему отплатила. Карма либо подарит вам удачу в каком-то процессе, либо просто предоставит возможность понаблюдать за чем-то веселым, прямо как на этом видео. В любом случае, все будут выигрыша. Если ваша вечеринка не выглядит похожим образом, то даже не пытайтесь меня на нее позвать. А если серьезно, то как он потом будет доставать свой байк, есть ли у кого-то идея? Не знаю, что все эти самокаты сделали для того, чтобы так разозлить дамочку, но, к счастью для всех любителей правосудия, в тот момент поблизости оказались полицейские. Они заметили беспредельщицу, догнали ее и тут же вписали ей смачный штраф. Будет знать, как портить что-то имущество. Когда вы пытаетесь во что-то поиграть, всегда помните о возможности рикошетов, особенно если у вас в руках игрушечный пистолет, который на самом деле может нанести вполне себе болезненный удар, прямо как девушки из этого видео. Мне кажется, я нашел идеальный вариант решения проблемы с парковочными местами. Когда кто-то будет останавливаться на вашем личном месте, за которое вы платите, вызывайте такой вот транспорт, который быстро и непринужденно исправит проблему. А когда об этом узнают все остальные, они мигом прекратят парковаться на чужие места, и мир станет чуточку лучше. Знаете, чего может стоить дрифт около заправки? Встреча с полицейскими и штрафа в более чем 1000 долларов. Именно это наказание постигло гонщика из ролика, который просто хотел выпендриться перед другом на пассажирском сидении. Фермер из маленькой американской деревушки по имени Том утверждает, что он случайно заснял инопланетянина, работая на поле, единственным свидетельством его встречи с неизвестными существами стало загадочное фото, на котором видно нечто необычное. Мы видим что-то наподобие собраний инопланетян. Что вы думаете о произошедшем? Я знаю, что фактов об этом фото слишком мало, но могли ли фермеры действительно встретить инопланетян, или перед нами просто обычный фейк? Или может быть у вас есть свое объяснение? Что меня отталкивает предыдущие истории и всегда вызывают долю сомнения, так это первоклассное качество изображения. Судя по нему, человек снимал инопланетян чуть ли не на профессиональную камеру, успев сконцентрироваться и выбрав идеальный угол. Так что, вероятнее всего, это фейк. Само собой, когда ты имеешь дело с чем-то реально удивительным, таких возможностей у тебя попросту нет. Кадры будут напоминать нечто из следующей истории. Ребята из видео уверяют, что они собственными глазами видели странное существо в аргентинской провинции Сальто. Оно, по их словам, было похоже на гнома из легенд. Видео, которое они успели заснять, вызвало серьезный резонанс в СМИ. История началась с того, как молодые люди стояли где-то недалеко от дома и разговаривали. На дворе была полночи, они уже собирались расходиться, как вдруг им на глаза попалось загадочное существо. Оно выбежало из внутреннего дворика одного из блистоящих домов. Потом, заметив людей, скрылось в кустах. По их общему мнению, она напоминала гнома с высоким колпаком или чем-то вроде того. Лучкинаря на мгновение захватывающий фигуру существа показывает, что у него имеется густой мех или шуба. На его голове, судя по всему, действительно был колпак. При этом, короткие ноги не мешали ему быстро передвигаться и скрыться из виду за считанные секунды. Особой жути нагонял и тот факт, что данный ролик снимался в нескольких десятках метров от кладбища, на что тут же обратили внимание все фанаты паранормального. По их мнению, это совершенно точно был призрак умершего человека, перевоплотившийся в гнома. А следующие кадры заснял некто по имени Пьер. Это все, что о нем известно в интернете. Он как-то решил просто расслабиться и посмотреть запись с камеры видеонаблюдения, расположенной у него дома в Бразилии. Была глубокая ночь, все погрузилось во мрак, и Пьер ожидал увидеть пустые улицы. По его словам, его расслабляет просмотр записей с камеры видеонаблюдения. Однако сегодня он увидел нечто другое. Когда он обратил внимание на экран монитора, он не поверил своим глазам. На камере появился странный зеленый силуэт. Фигура четко выделялась на фоне черноты и была похожа на инопланетянина. Он сидел на обычном деревянном стуле, как будто ожидая кого-то. Пьер моргнул и перевел взгляд с монитора на окно. Вне зависимости от того, что показывала камера, в реальной жизни он не видел ничего необычного. Ночь была темной и тихой, а его сад выглядел так, как всегда. Мужчина потратил несколько часов, пытаясь разгадать эту ситуацию. Он даже позвонил в полицию, чтобы доложить о странном наблюдении. Однако, когда полицейские прибыли, на месте никого не оказалось. Полицейские заключили, что это была игра, свет или сбой в системе наблюдения. Но разве вам это таким кажется? На мой взгляд, тут все довольно ясно и очевидно. И, к слову, этот ролик многократно проверялся на предмет монтажа и все разы безупречно прошел проверку. Следующее видео, которое я вам покажу, отличается от всех остальных, как минимум тем, что главным героем является обычный мальчик по имени Нико. Не думаю, что малышу есть дело до фальсификации роликов или хайпа в сети. У него совсем другие интересы, отчего видео и вся история, связанная с ним, ощущается иначе. Парень был в восторге, когда его родители решили провести выходной день в океанариуме. Они гуляли мимо различных аквариумов, рассматривали красочных рыбок и так далее. Но среди всех прочих аквариумов один привлек особое внимание. В нем плавал дайвер, игравший с рыбками и создавший для них различные препятствия и игровые трассы. Ребенок был увлечен и смотрел на него с живым интересом. Но по мере того, как Ника следил за дайвером и его веселыми играми. Ему показалось, что что-то не так. Ребенок увидел нечто странное во взгляде дайвера. Что-то, что он не мог определить, но что вызывало у него смутные подозрения. Родители, не замечая тревожные мысли в голове сына, пошли дальше. Но Ника не мог оторвать глаз от этого конкретного места. Ника держал руку у стекла аквариума, на обратной стороне которого находился реальный монстр. Всего ли в шоке от увиденного, мужчина тут же рассказал об этом местным работникам, но после тщательных проверок местности не удалось найти ни единого следа монстра. Неизвестно, чем все это закончилось. Слендермен это тонкий, высокий человек с неестественно длинными конечностями. Он всегда изображается в черном костюме и не имеет лица. Согласно легенде, он похищает людей для неизвестных остальным целей, а перед этим манипулирует ими ради забавы. Безликий начинает сниться жертве, беспокоит ее, посылает страшные видения, вызывает галлюцинации, пока однажды не выходит из леса и не уводит жертву с собой. Звучит, мягко говоря, крипово даже для вымышленного персонажа. А теперь представьте, что его сняли на видео. Дети играли во дворе и прыгали на батуте, весело проводили время и вдруг, совершенно случайно, человек за камерой обратил внимание на Слендермен, стоящего на задней части двора. Монстр был неподвижен, словно он не живой вовсе. Гигант стоял и наблюдал за детьми, словно размышляя, как их похитить. К счастью для детей, их родители не успели его заметить и скрыться у себя дома. Больше в этих краях никто его не встречал, но что заставляет задуматься, так это то, что доказать монтаж на этом ролике никому не удалось. Выходит, что легендарный Слендермен все-таки реален? Или его пририсовали к видео лучшие мастера монтажа на планете? К слову о Слендермене. Вот еще одно паранормальное видео, которое никто не может объяснить. На нем, на первый взгляд, изображен классический город и невысокий дом, спокойно стоящий напротив окна автора ролика. Но вдруг начинает происходить нечто необъяснимое. Откуда-то сверху появляется гигантская вытянутая фигура, которая стремительно ползет вниз. Однако, каким бы страшным ролик ни был, никто, кроме его автора, монстра не замечал. Было опрошено свыше сотни местных жителей. Даже те, кто в тот момент находились на улице. Выходит, что ролик либо поддельный, либо Слендермен проявил удивительные навыки маскировки, которые удалось раскрыть лишь съемкой из соседнего дома. Но вот какую технику призраки и прочие существа совершенно точно должны обходить без особого труда, так это классические камеры, которые отправляют отснятый ими материал в облако и передают, например, на гугл-карты. Тем не менее, люди умудрились запечатлеть, что-то поразительное и на них. Сразу две призрачные фигуры находились на одном кладбище, из-за чего наблюдать за происходящим, даже находясь в тысячах километрах от этого места было не по себе. Первая из них пряталась за деревом. Это был силуэт маленькой девочки. Вторая фигура находилась подальше, через забор. Там был виден уже полноценный силуэт, включая ноги и туловище. Но что этим призракам было нужно? Они пришли в гости к старым знакомым или сами где-то здесь похоронены? Скажет только время и тщательное изучение всех документов по умершим. Хотя лично не уверен, что хоть кто-то возьмется за это дело. Ведь местные не раз говорили о странном чувстве, которое приходит к ним сразу, как только они иступают на территорию кладбища. Складывается ощущение, что кто-то стоит над душой и наблюдает за ними, прожигая их своим призрачным взглядом. Мне кажется, после кладбища второе место, где чаще всего можно встретить злых духов или кого-то подобного, это канализация. В ней обычно не бывает людей, там тихо и, что самое главное, темно. Просто идеальное место для того, чтобы там поселился какой-нибудь монстр. С такими мыслями в канализацию отправился и автор этого видео. Он долго шел по туннелю, но вдруг услышал чьи-то шаги. Мужчина подумал, что это такой же авантюрист, как и он сам, но вместо человека на горизонте объявился пугающий силуэт какого-то огромного и в то же время неизвестного существа. Нечто выползло из-за угла и скрылось за стеной сразу, как только человек пошевелился. Так и не удалось выяснить, кто это был. Мужчина никого там не нашел и решил вернуться обратно домой, пока не произошло чего-то более странного. Порой мне кажется, что вторжение инопланетян на Землю становится очевидными для отдельных людей, но не как для целой общественности сразу. Вот бы пришельцы приземлились в каком-то людном городе прямо в центре. Тогда никаких сомнений ни у кого бы точно не возникло. Хотя погодите, кое-что подобное уже случалось в истории. Дело было в 1977 году. Именно тогда в Великобритании произошло одно из первых вторжений в эфир. Хакер, или, как он себя называет, представитель Межгалактической Ассоциации, остановил показ новостей на целых шесть минут. Голос, который был изменен и сопровождался глубоким жужжанием, старался предупредить зрителей, что все людские орудия зла должны быть немедленно уничтожены или нас будет ждать неизбежный ужасный конец. Позднее вечером телевидение принесло извинения за то, что было на дневном эфире, но разгадать эту загадку так никто и не смог. Как бы хакеры с разных уголков земли не пытались понять, кто это был и как человек получил доступ к телевидению, ни у кого не вышло. Это вторжение считается нераскрытым до сих пор, хоть прошло уже и более 45 лет. А вы чьи намерения явно понять не удастся, так это намерения существа из следующего видео, снятого в пустыне. Я, кстати, раньше тоже думал о том, что пустыня идеальное место для высадки. Там почти не бывает людей, нет камер или чего-то вроде того. В общем, там легко можно приземлиться, сделать свои дела и улететь обратно домой на другую планету. Вот только, судя по всему, от чуткого взора людей никто и никогда не скроется даже в окружении песка. Каким-то образом на холме своевременно оказался человек с камерой. Он снял, как на песок приземлился инопланетный корабль, который высадил на землю пришельца. После этого корабль взмыл в небо буквально за одну секунду, чуть ли не со скоростью света, а монстр продолжил стоять неподвижно. Прошло еще пару секунд и пришелец Толия телепортировался обратно. Толия стал невидимым для наших глаз и камер. На этом моменте по логичным причинам съемка оборвалась, ее автор побежал рассказывать обо всем сородичам. А что вы думаете по этому поводу? На сегодняшний день эта запись является одной из самых качественных и доказательных в современной истории уфологии, однако споры о подлинности данного видео не утихают до сих пор. Вопросов, как всегда, гораздо больше, чем ответов. Ладно, давайте отвлечемся ненадолго от паранормальчины и посмотрим на это видео, которое недавно произвело фурор в интернете. Как сказал автор, он услышал какой-то скрип в районе потолка и решил проверить. Вскоре он увидел гигантскую змею, которая торчала из потолка. Мужчина тут же позвонил спасателям и начал снимать все на камеру. Достать змею было трудно, поэтому спасатели начали разбирать потолок. Вдруг один из спасателей ударил по потолку и тот сломался. Люди увидели не одного, а сразу двух огромных питонов. Это были сетчатые питоны. Эти змеи не ядовитые, но самые длинные на планете. Конкретно эти осады были около 4-5 метров в длину. И это даже близко не предел возможности этих рептилий. В общем, такой неожиданный поворот всех удивил и напугал, но самое главное, что все хорошо закончилось. Спасатели поймали меньшего питона. Более крупному удавалось убежать в заброшенный дом по соседству, но в итоге и этот нарушитель спокойствия был пойман. Группа друзей отправилась исследовать заброшку. Дом был старым, в нем было темно и друзья не знали, что именно они хотели найти, поэтому просто шли по зданию с камерами и фонариками. В какой-то момент кто-то из ребят зашел в коридор и начал снимать потолок. Видимо, он хотел заснять люстру, но в кадр попало кое-что интереснее. Посмотрите внимательно. С потолка на ребят смотрело жуткое создание, которое то ли было в маске, то ли выглядело как смесь инопланетянина и привидения, как и в случае с тем парнем, который вел съемку из тюрьмы, ребята заметили эту деталь уже при просмотре кадров. Наверное, это к лучшему. Представьте, какая у них была паника, если бы они рассмотрели это жуткое лицо той ночью в страшном заброшенном месте. Два друга Уилл и Брайсон проводили время в доме, как вдруг выглянули в окно и увидели странную фигуру в лесу неподалеку. Ребята тут же врубили камеру и побежали на улицу, чтобы заснять таинственного незнакомца. Парни разделились и упустили его из вида, но вскоре фигура вновь показалась. Это нечто медленно шагало между деревьев и сильно перепугало ребят. Что интересно, спустя два года уже подросшие Уилл и Брайсон заметили эту же фигуру в лесу, когда играли с собакой, но этот раз фигура пряталась. Вскоре видео оборвалось, скорее всего это было одно и то же создание. Одетая в черное, высокое с длинными конечностями. Но кто или что это был? Слендермен, Чупакабра, Йети или просто очень странный человек, который любит пугать детей? Надеюсь, что вам было интересно, если так, то лось и подписка.